Матвеичев Олег разместил на своей страничке в живом журнале 9 августа 2018 года вот этот материал «Откровение русского эмигранта о реальных зарплатах в Америке». На скрине вы как раз видите этого эмигранта, у которого свой канал, и мы потом туда зайдем, там очень много видео, где он рассказывает совсем не то, о чем мы привыкли, о США. Егор, вымышленное имя, это автор YouTube канала, «Человек, много лет живущий и работающий в Америке. Там же живут его родители, поэтому о жизни США он знает далеко не понаслышке». Однако Егор рос в России и уехал за океан, уже будучи хорошо образованным юношей. Провел там не один десяток лет, а потому смотрел на эту страну трезвым взглядом, без налета типичного для русских эмигрантов всепрощального восхищения. В одном из своих сюжетов Егор честно рассказал об американской мечте. Это сказка. А разговоры про огромные зарплаты – тем более. Тезисы двух эфиров, что рассказывает Егор. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о реальных зарплатах в Америке. Дело в том, что просматривая интернет в США, я очень часто вижу много русских американцев, которые делают видео про то, как замечательно они зарабатывают, работая в Uber такси, на вождении дальнобоев или на стройках. Я уже не говорю про медицину. Ребята, в действительности все это бред. Uber – это 4-5 долларов в час максимум. Такова реальная зарплата после того, как вы заплатите все вычеты. И это касается всех американских вакансий. А все эти рассказы про 500 долларов, 1000 долларов в день – тотальное вранье. Просто подумайте логически и задайте себе вопрос, почему 99% подобных видео и рассказов родом из одной только Америки? Это ведь не самая богатая страна с точки зрения зарплаты. Не заблуждайтесь. Ответ простой. Потому что именно здесь самое большое количество врунов и жулья. Они просто не могут сказать, а точнее не могут сознаться себе в том, что приехали сюда со своей родины, а их обманули. Не могут рассказать всем, что на самом деле они здесь вкалывают, как рабы, ни за что. Поэтому и делают все эти видео про немыслимые деньги. Они не говорят о главных вещах. Например, о том, сколько денег уходит на страховку. Какие суммы стоят обучение. Они молчат о том, что в США вас могут уволить с любой работы в любой момент. И после этого вы банкрот под весом кредитов. Опять же, в Америке можно моментально потерять все деньги, сколько бы вы не заработали. К примеру, если вы заболели, то все, что у вас есть, может быть забрано по просрочке кредита. Если на вас подали в суд, а здесь можно подать в суд на что угодно, вы не только разоритесь на ведение дела, но и рискуете потерять место работы просто из-за подозрений в том, что вы можете быть виноваты. Или вы, к примеру, не заплатили какую-то страховку за ваш грузовик. И вот, например, у вас небольшая компания, где всего три водителя. И у вас выявили какие-то нарушения ввиду неправильного заполнения форм. Все. В этом случае на вас заведут процесс. Отберут все подчистую. И об этом никто здесь не говорит из-за мигрантов. Но зато это знают все коренные жители. Я уже не говорю о громадных штрафах на много тысяч долларов, если вы, к примеру, просрочите какую-то лицензию. У моих родителей есть знакомый в Нью-Йорке, чей сын выучился на зубного врача. А зубные врачи – вообще любимая тема рассказчиков про огромные зарплаты. В действительности же ничего особенного в этом нет, кроме того, что сейчас он до сих пор выплачивает громадные долги за свое обучение. В итоге он зарабатывает как средний бухгалтер. С той разницей, что бухгалтер учился два года, а он 12 лет. И расплачиваться еще будет до четвертого десятка. Плюс, опять же, постоянная угроза того, что на вас подадут в суд. То есть, в общем и целом, на остальной мир Америка создает впечатление, что люди здесь живут и зарабатывают гораздо больше, чем есть на самом деле. Но на практике, мало того, что море людей вообще сидит без работы, так еще и ситуация постоянно ухудшается. Любой местный вам скажет, что в 50-х, 60-х годах жить было лучше. И это правда, а не ностальгия. После они начали все ломать. И сейчас все становится только хуже. Бардак. Все деньги уходят на постоянные войны. Все заводы отсюда уехали. Потому что открыть завод в Мексике, Азии, Китае выгоднее и дешевле. Легче, чем здесь. Народ США на этой почве, особенно после крушения СССР, окрысился. Люди не знают, что происходит и что делать. Думаю, вы это хорошо видите по американской международной политике. Тот бардак, что они творят в мире, сами не зная, что делают, они творят и внутри. Не знаю, возможно, в России у кого-то дела идут хуже. Но вот это накручивание и вранье о граде на холме – полная чушь. И на самом деле подобное дутое лицемерие – это чисто американское качество. Еще одно популярное видео от этого блогера продолжает начатую тему о обратной стороне жизни в Америке. Начатую тему о обратной стороне жизни в Америке. Знаете, почему в США по улицам никто не гуляет? Сейчас я приехал в место, где живут мои родители. Это Брея, Калифорния. И мне бы очень хотелось, чтобы вы осмотрелись по сторонам вместе со мной. Как вы видите, вокруг практически никого нет. И это возвращает нас к тому, о чем я уже не раз рассказывал. В США по улицам никто не гуляет. И я сейчас объясню, в чем заключается этот парадокс. Во-первых, люди здесь просто друг друга не любят. Свое свободное время они предпочитают проводить в одиночестве. Сидят дома, смотрят телевизор или делают что-то еще. Вторая причина состоит в том, что гулять по улицам в США опасное дело. И проблема не в преступлениях и угрозах жизни. А в том, что это, на взгляд американского общества, подозрительно. Подозрительно, что вот так просто гуляешь. И именно из-за этого, увидев вас, люди в Америке легко могут вызвать полицию. То есть вам они улыбнутся, проходя, а потом вызовут полицию и скажут, что увидели подозрительного человека. Ну а поскольку сами люди не хотят, чтобы их считали подозрительными, они и не гуляют. Вообще в Америке ты постоянно борешься с тем, чтобы не выглядеть подозрительным. Потому что все здесь и всех подозревают. По этой же причине из-за боязни выделиться и выглядеть не как все американцы. И изображают эту дикую и притворную радость при всякой встрече. В Канаде, кстати, я такого не замечал. Причина, думаю, проста. Там не шизанутое общество, как здесь, а вполне обычное, как и в других странах. Вот смотрите, например, какой красивый вид вокруг, а никто не гуляет. Еще одна причина для этого – автомобили. Американцев десятилетиями приучали к личному транспорту, убивая общественные. И все ради того, чтобы автопромышленность и сырьевики США набили деньгами свои карманы. Поэтому люди здесь постоянно отрезаны друг от друга, от других. Утром сел в машину, прошел свое место работы, закрылся или отгородился перегородкой. Вечером сел в ту же машину, зашел домой, закрыл дверь. Также люди в США много работают. Потому что пока ты работаешь, кредиты оплачиваются. А останавливаться нельзя. Иначе коллапс. Из-за этого в головы американцев вбито, что гулять зазорно. А вот когда ты спрятался где-нибудь в своей комнате или доме, то вроде как никто и не видит, что ты отдыхаешь. И это уже неподозрительно. Почему еще они не любят гулять по улицам? Потому что в большинстве своем американцы – неприятные люди. Это сложный психологический вопрос восприятия, но в целом, как люди, американцы, неприятны. Это связано и с типичной американской едой, и с прочими вещами. Одним словом, так сложилось. Да, и еще одно. Дополнительно. Америка – это алчность и деньги. Здесь все создано ради прибыли. Поэтому и места для гуляния обычно делаются отдельно. К примеру, есть живописная дорога или парк, но по ней никто не гуляет. Потому что для гуляния есть специальный развлекательный центр, где ты будешь тратить деньги. А гуляя просто по дороге, ты деньги не потратишь. И на тебе никто не заработает. Ну и зачем это тогда нужно? Такая здесь логика. И поэтому люди в США не гуляют. А любого русского человека доканывает искусственность и постоянная расчетливость американцев во всем. А это канал вот этого русского эмигранта. Называется он Вега Бонд. И это главное у него. Тут мало, как видим, можно здесь разместить 10 плейлистов. Он, видимо, о этим не озаботился. Нажимаем на видео. И видим, что здесь видео очень много. И он как раз, если назвать, еще, еще. То есть много у него и подписчиков 56 тысяч. И сейчас посмотрим, сколько у него просмотров. И 11 миллионов просмотров. 20 июня 2017 года только создал. Ну вот еще сразу мне скажут, вот заплатили ты. Просто хочу прочитать. Сам увидел первый раз. Я хочу найти девушку в Москве. Пишите на имейл. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб Рассказ. До свидания. Ссылки на статью и на вот этот канал Вега Бонд я дам в описании и в комментариях. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.